Субтитры сделал DimaTorzok А потом начинаешь читать эту статью, чего большая часть патриотов никогда не делает Кстати, но мы-то с вами читаем Итак, с 10 по 15 января цены на продукт опустились на 0,2% На 0,2%, друзья! Чего, блядь? То есть даже не на 1% стоимость яиц снизилась, а всего лишь на 0,2% В абсолютных цифрах оно еще смешнее выглядит Ну давайте посчитаем Сейчас яйцо в среднем стоит 150 р за десяток Получается, что подешевело-то оно на 13 копеек всего Что такое 13 копеек? Да в половине ритейлов те копейки давно никто с покупателей не берет Округляют чек и вся недолга Но для пропаганды это ж повод и выслужиться Барин! В России подешевели яйцы! Ага, гуляй рванина от рубля и выше! Что вы не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Ну что ж, ждем чего-то более проникновенного Цены на яйца рухнули, например Или царь обещал, царь сделал А впрочем, ну все же все понимают Как говорит один мой коллега За исключением особо одаренных Хотя, если честно, я не понимаю Не вот этого вообще Я не понимаю ради чего Или кто-то думает, что те писаки миллионы получают Нет, так же, как и вся страна От зарплаты до зарплаты перебиваются В те же магазины ходят Я имею ввиду простых исполнителей Конечно же, поэтому и спрашиваю Ради чего? Ой, это реальная журналистика Что ж ты, милая, смотришь искоса Низко голову наклоняй Тема сегодняшнего выпуска Поехали! Интересное интервью На глаза на медне попалось Александр Аузан Декан экономического факультета МГУ Побеседовал с корреспондентом РБК И там прозвучало несколько интересных На мой взгляд, мыслей Но, что печально, мысли эти неутешительны В частности, экономист говорит о том Что в данный момент мы заняты саморазрушением Что построить светлое будущее Или сделать Россию процветающей В нынешних реалиях практически невозможно Страна разделена на своих и чужих Потому что человек человеку волк Причем раскол приобретает ужасающие масштабы И это не есть хорошо для развития Напротив, это как раз деструктивный фактор В последний раз нечто подобное Россия переживала в начале 20 века Чем все закончилось хорошо известно Я опасность вижу в разъединении страны В том, что свои против чужих А и те и другие, это Россия В этом я, конечно, вижу опасность Очень большую опасность И главное препятствие Для нашего движения Сколько мы приемлем в будущем Потому что Мы сейчас разделенная Внутри себя страна Это потрясающе точно Но знаете, что еще страшнее? После того, как фрагменты данного интервью Попали в соцсети Пользователи начали сыпать комментариями Ну все За мужиком уже выехали А что это значит? А значит это что люди-то все понимают Понимают, что дядька прав Развитие и процветание страны Подразумевает под собой созидание Никак не разрушение То есть мы все вместе Должны собраться и начать Что-то созидать Создавать Посредством дискуссий Споров даже разногласий По-другому не получится А как мы этого добьемся Если выше сказал Меж собой договориться не можем Какие дискуссии Какие споры Мы же драго о врагов Друг в друге ищем доносы Друг на друга пишем Ненависть и подозрительность Стала абсолютно обыденным явлением Люди, работающие в одном трудовом коллективе Живущие на одной лестничной клетке В одной семье Ее ПРСТ Боятся себе подобных Ой, не дай бог Что-то не то скажут Донесут Выноагенты запишут Предателем Объявят Дело заведут Меня сам Путин позвал Дед Дед, смысл Заемки-то по мостам Я ездил Я ездил Я ездил Привет Я Лунтик Ни хуя не понял Ну, очень интересно Вот, кстати, весьма показательная история Жителям поселка Капцыгайтуев Забайкалье У эти новогодние было не до праздников Туда нагрянулись силовики из райцентра И мордовали народ проверками Причина А вы ее только что видели Праздничный капустник 31 декабря В Доме культуры Точнее, комедийная сценка От 15-летних ребят В которой О, ужас Роль Снегурочки Сыграл мальчишка Некая гражданка Катенко Тоже из местных Усмотрела в сценке Пропаганду Запрещенного И даже экстремистского ЛГБТ Ни много, ни мало И накатала кляузу Причем От имени всех жителей К счастью Обошлось без жертв Силовики по итогам проверки Только у виска Пальцем покрутили Мол, тетя явно не в себе А сколько Похожих тет По России Еще оттаяло Повылезали Изо всех щелей Это первое, второе Представьте себе В трудовом коллективе Такие вот Катенко завелись Хотя, что представлять Они там и так уже есть Почти на каждом предприятии И нынче Почти в каждой организации Имеются свои Катенки Что доносы на коллег строчат Когда этому коллективу Делом-то заниматься И что-то созидать Создавать Если вот это все происходит И люди В постоянном напряжении Вынуждены находиться В постоянном страхе Прибывают Сила Страха работает Шутят пропагандисты На самом деле Он и отнюдь Не способствует Увеличению КПД Кстати Именно пропагандисты К ненависти И стукачеству Народ подстрекают Показать на всю страну Этого жалкого Полупокера Пи*** Конченого Да? И написать Пи*** Так что ли? Кто как обзывается То так и называется И никто не торопится Признавать Что проблема Действительно Приобрела Катастрофические масштабы Вот эта вот Разрозненность Разобщенность Среди россиян Уже вред Стране Даже приносит Глобальный Масштабный Периодически Конечно Возникают Разговоры О том Что доносчиков И прочие Деструктивные элементы Пора бы Привлекать К ответственности Однако На разговорах Все и заканчивается Мизулина И ей подобны Живее Все живы Спасибо и на агенту За самый лучший Пиар в истории Лучше и не придумаешь Даже праздничные Новогодние шоу Теперь без героини Мизулиной Никуда И кому же это все Благодаря Благодаря Стараниям Трех скромненьких Девчат Господи Да уже до такого Докатились Что у нас В иноагенты И предатели Соотечественников Скоро целыми городами Записывать начнут Вот сейчас Каждую пятницу Мы читаем в СМИ Список иноагентов Пополнили Иванов Петров Сидоров А в обозримом Будущем Видимо Нас ждет Что-то из серии Екатеринбург Внесен в список Иноагентов Ранее туда Внесли Самару Хотя почему Видимо Оно уже происходит На этой неделе Мы с вами Стали свидетелями Предтечи Скажем так Да Я о ситуации В Башкирии Сейчас говорю Когда Тысячи людей Небольшого городка Баймак Вышли на улицы По разным данным От пяти До десяти тысяч Человек было И чем все это Закончилось Подумите Хотя бы Зельницы Я Я в афре По правилам Ютуба Мы не можем Показывать более Жесткие кадры Но поверьте Они там были Их кстати Вы можете Увидеть у нас В телеграм Канале Ссылка будет В описании Однако Сказать хотел Не об этом Уже через Несколько часов Комментируя Произошедшие Представители Власти Назвали Вот этих людей Предателями И приспешниками Западных Спецслужб В частности Депутат Госдумы От Башкортостана Гельмуддинов Такое написал У себя в соцсетях В похожем Ключе И глава региона Было аккуратнее Сдержание Это группа лиц Из них Причем Часть находится За рубежом Которые оттуда По сути Являясь предателями Оттуда Значит Призывают К отделениям Башкортостана От России Они призывают К партизанской войне Здесь Вы представляете О чем разговоры Делали Нет Понимаете Что произошло Просто так Без суда И следствия Без конкретики Огульно Несколько тысяч человек В предатели Записали Да почти весь поселок То 18 тысяч Народу Проживает Вместе с детьми Вышло 10 Тут же пропагандисты Со своими измышлизмами Подключились Причем именно Измышлизмами Потому что там Одни голые эмоции Были Ну вот Бунт в Башкирии Явно продемонстрировал Вражеская агентура Никуда не делась Явно продемонстрировала Ага Просто вместо Сторонников Навального И тут надо сказать Признанным Агентом Экстремистом Террористом На сцену Выходят другие люди Или Вот еще Это может быть Спецоперации Контрэлит Подстава Любимая Башкирская забава Если бы До кабы Короче А ты Сделай А что я сделаю Вот я специально На этом ваше внимание Акцентирую Еще раз Ни имен Ни фамилий Ни доказательств Ничего МВД Следственный комитет Прокуратура Не сделали К тому моменту Никаких заявлений Про суды Вовсе говорить Не приходится Зато чиновники Депутаты И пропаганда Уже во всем Разобрались На раз-два И за пару часов Ну бред же Согласитесь Если все Настолько просто За час-два Практически Шпионское дело Размотали Чего ж мы тогда Уличную преступность До сих пор Не победили К чему я сегодня Эту тему поднял Просто действительно Становится страшно Когда начинаешь Осознавать Насколько Наше общество Разобщено Расколото Насколько люди Уже ненавидят Друг друга Мы ведь чем Теперь все время Заняты Поисками врагов Главным образом Причем Среди своих же Соотечественников На западе Растут русофобские Настроения Говорят нам В телевизоре А вот это Блин Как назвать Что это И ведь Сеть-то ненависть Ни какое-то там НАТО Ни какие-то Мифические вороги Ноунеймы Или Вот это не Российский депутат И вот я хотел бы Чтобы в этом нашем Обществе Которое сегодня Доверяет на 80% Президенту А это именно тот Показатель Сплочения Которое есть на сегодня Что вся вот эта Гниль Которая осталась Она должна быть Ну если не изолирована Хотя бы Как-то Уничтожена Нет Слав А может быть Вот и эта Прекрасная Женщина Госпожа Зиновьева Не из России И не о россиянах Рассуждает На втором году Проведение Специальной Военной операции Вскрылся Страшный Гнойник Институт Философии Российской Академии Наук Последнее Прибежище Негодяев Предателей Иногентов Перебежчиков Русофобов И экстремистов Это пиздец Именно вот это слово Вот по-другому Это не назовешь И тоже кстати Огульно Без имен Фамилии Пруфов Не хочется задавать Этот глупый вопрос Зачем все это Нормальные люди И так все понимают Нормальные все равно Когда-то поймут Просто к чему Мы придем-то В конечном итоге Если сейчас Не остановимся Ладно Все Переваривайте Это была реальная Журналистика Сегодня вот так Подписывайтесь на канал Лайки, репосты Приветствуются Оно помогает Продвижению видео В соцсетях тоже жду Друзья Добавляйте С темы Предлагайте Поднимем Обсудим Пока-пока